Первое послание Тимофею, 4 глава, с 7 по 9 стих. Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение малополезно, а благочестие на все полезно, имей обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Итак, что такое благочестие или благость? Практически это характерная черта, или же природная черта, принадлежащая исключительно свойству Бога. Матфея 19, 16, 17 говорится, и вот некто, подойдя, сказал ему, то есть Христу, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Итак, исходя из этого многократно повторяющегося в Писании определения, следует, что упражнение в благочестии – это упражнение в причастии самого себя к естеству Бога. Поэтому упражнение в благочестии состоит в поиске Бога, которое должно выражаться в желанном и радостном исполнении заповедей Божиих из благоговения и почтения к Богу. Упражнение в благочестии открывает дверь к обетованиям жизни, как настоящей, так и будущей. Обетование – это данное Богом обещание сделать для нас нечто как в настоящем, так и в будущем при условии, если мы упражняем себя в благочестии, то есть добровольно и радостно чтим Бога исполнением Его заповедей. Глагол «упражняй по отношению к благочестию» означает «прилагай усилия, чтобы исполнить заповеди Божии». Практикуй такое упражнение, приучай себя к такому упражнению, тренируй, развивай такое упражнение. Если человек упражняет себя в благочестии, ища благоволение Бога в исполнении Его заповедей, то он непременно наследует обетования, которые относятся как к жизни настоящей, так и к жизни будущей, выраженной в награде Его плодов, потому что наградой будет плод. Таким образом, упражнением благочестия с нашей стороны является исполнение заповедей Божьих с целью почтить Бога, чтобы дать Богу основание облечь нас, или вернее, наше тело в нового человека. Потому что плод Духа, который мы будем приносить, он необходим для одной цели, он радует Бога, но Бог хочет облечь этим плодом тело человека. Как мы часто говорим, Бог искупил дух, душу и тело, но тело человека до последнего времени еще не испытало на себе искупление. Да, часть искупления – это то, что однажды наши тела изменятся и станут новыми. Но в этой жизни, в настоящей, тело тоже должно испытать искупление, оно должно быть искупленным. Павел говорит, мы стянаем, желая усыновления наших тел, чтобы не только дух, душа и тело были усыновлены, но чтобы и тело было усыновлено. Но как усыновить тело, которое смертное? Его нужно облечь в бессмертие, то есть в нового человека. И здесь говорится, что через упражнение благочестия, которое выражается в почтении Бога, в исполнении заповедей. Когда мы исполняем заповеди Бога, мы почитаем Бога таким образом, добровольно, желанно. Таким образом, мы взращиваем нашего нового человека или же плод, награда, которая последует, что Бог облечет. Он говорит, это благочестие полезно как в жизни настоящей, так в жизни и будущей. И мы знаем, что почитать Бога или почтение Бога начинается с первой заповеди, то есть возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью сил. То есть возлюбить, это значит исполнить какую-то заповедь. То есть если любите меня, соблюдите заповеди мои. Если говорю люблю, но не исполняю заповеди. И вот эта заповедь, ничто иное, как почтение Бога десятинами и приношениями. Если хочешь обратиться ко мне, Израиль, обратись. Ты скажешь, как обратиться? Принесите в дом, в хранилище, все десятины и приношения, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не одожду ли на вас благословения до избытка. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенною, говорит Господь. Видите ли, до сего времени еще это не случилось. Это обетование еще не было исполнено Богом. Бог еще не показал разницу между теми, кто чтит Бога десятинами и приношениями, и кто этого не делает. И пока мы не видим этой разницы, чтобы люди смотрели на тех, кто чтит Бога десятинами с вожделением, что они стали уникально благословенными. И, конечно же, если вы полагаете, что уникальность состоит в материальном благословении, очень много людей материально благословенных, но это никого не удивит. Но удивит всех, когда тело облечется в нового человека. Вот какую разницу Бог покажет. Я исследовал слово, сказанное по отношению к Еноху. Написано, прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. То есть он уже получил свидетельство, прежде чем его тело облеклось, стало новым. Но он уже получил свидетельство. Вот это слово свидетельство на иврите означает доказательство. Он получил доказательство и удостоверение, что он будет восхищен. И это удостоверение и доказательство выражалось ни в чем ином, что Енох был облечен в нового человека. Перед тем, как Бог его вознес, он облег его тело в нового человека. И только потом уже изменил его тело, когда восхитил его. Я хочу, чтобы мы поняли, что почтение Бога, десятиными приношениями, это далеко идущее обетование, которое затрагивает самые вожделенные струны нашего духовного человека. Он желает облечь наше тело. Наш Дух хочет облечь тело, и Бог этого хочет. Но для этого необходимо принять верою в сердце это обетование и чтить Бога десятиными приношениями, ища исполнение воли Божией не в материальных благословениях, а в обличении своего тела в нового человека, то есть во Христа Иисуса, воскресение Его. Итак, мы сейчас будем чтить Бога десятиными приношениями, служить Богу, исполнять, поклоняться. Это уникальное служение, которое подсекает корень всех зол, сребролюбие. Будем выражать в этом служении нашу любовь к Богу и Его неоспоримую власть над нами. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню. «Слышал я о родной стороне». Слово Божье о ней говорит. Итак, я напомню, народ израильский всякий раз, когда чтил Бога десятинами приношений в храме Соломоновом или же в Скинии Моисея, он обязан был по предписанию Моисея исповедать одно чудное исповедание, которое получил Моисея от Господа по откровению. Возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать его. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Можете садиться. Аминь. Можете садиться. Аминь. Аминь. Продолжение следует...